Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду делать профилактику газовому котлу. У меня двухконтурный газовый котел-колонка. Это Юнкерс модель Z23. Если у вас есть такой котел или другой любой похожий, и вы столкнулись с такими проблемами, вы отключаете горячую воду, а она у вас уже не такой горячей температуры, как вы привыкли, то это, скорее всего, один из признаков, что котел нужно мыть. То есть не котел, а теплообменник. Если у вас такая ситуация, вы открываете горячую воду, котел зажегся, начал работать, проходит полминутки, вода становится очень-очень горячая, и котел выключается. Вы экран не закрываете, проходит еще буквально несколько десятков секунд, может быть 5-10 секунд, котел опять сам включается, водичка начинает греться, и опять котел выключается. Это уже самый важный момент, что ваш котел уже очень просит, он просто кричит, помойте мне теплообменники, потому что они уже слишком сильно заросли именно солями и известью. Сейчас я сниму декоративную крышку с котла, и мы начнем. Вот такой страшный вид и мир внутренности котла. Очень много насыпалось сюда уже продуктов горения, какая-то зола, что-то еще, все это сейчас мы будем чистить. Для того, чтобы добраться до теплообменников, сначала нужно снять вот этот высоковольтный блок управления, это мозги компьютера, чтобы мы смогли добраться до всех механических частей. Друзья, самое важное, я сам чуть не забыл, а еще хотел учить вас. Самое первое, мы перекрываем газ. Второе, выключаем котел из розетки. Я снимаю полностью всю эту панельку. Если вы разбираете котел первый раз, я вам предлагаю сделать простой лайффак. Все болтики, какие вы откручиваете, складывайте в какую-то маленькую коробочку, или хотя бы в какое-нибудь блюдечко. Если вы совсем не дружите с техникой, еще очень хороший лайффак. Берете фломастер и помещаете. А ты специально говоришь лайффак? А как надо? Лайфхак. А. И давай, наверное, начнем еще раз с лайфхаком. Это нормально пошло. Еще один лайфхак. Если вы совсем не дружите с техникой, я вам подскажу, как сделать так, чтобы все болтики оказались на своем месте. Берем фломастер и рисуем рисочку на болтике и на том месте, где он должен быть. Потому что некоторые болтики имеют разную резьбу, и чтобы мы не перепутали, какой болтик в каком отверстии должен находиться, это очень простой и легкий способ. Снимаем контакты с розжига. Их можно надевать любой стороной. И контакт с датчика огня. Также снимаем полностью датчик температуры отопления. Разъем. Есть. Вот так. И вот этот разъем. Горячей воды. И контакт с трехходового крана. Чек. Чек. Есть. Для тех, кто совсем не знает, какие детали находятся в котле, я сейчас сделаю маленькую экскурсию. Вот этот узел, это газовый клапан. Через него подается газ, и газ греет горячую воду. Вот эта помпа, она прокачивает воду в системе отопления. Вот это, это трехходовой кран, он перекрывает именно подачу воды при отборе горячей воды, отопления, или все закрывает. Вот это все желтненькое, это медный теплообменник, в нем греется горячая вода для системы отопления. А вот это, именно то, что сейчас мы и будем мыть. Это называется, коробочка называется, пластинчатый теплообменник. Именно он отвечает за нагрев горячей воды. Горячая вода, вода из системы отопления нагревается вот в этих трубочках, и там внутри, сейчас я вам покажу, а потом поступает в эту коробочку пластинчатый теплообменник, и греет там воду, какая у нас идет из крана, из магистрали холодной воды, и подается в кран горячей воды. Все это начинаем разбирать. Перед тем, как начать разбирать котел, сначала нужно полностью перекрыть все краники. Вот эти два краника, я перекрываю, это подача в систему отопления. Также нужно перекрыть подачу холодной воды на котел. Сейчас мой котел находится под давлением, нужно сбросить давление. Так как у меня котел очень умный и немецкий, то здесь предусмотрен вот такой сбросной кран. Я его открываю, подставил под него черпачок, и здесь будет сбрасываться лишняя вода. Вот так. и я сбрасываю воду из системы, из контура в котле. Не во всех котлах есть такие волшебные краники. Если в вашем котле нет такого краника, все, что нужно сделать, это найти именно внизу, в одном месте, у вас при монтаже системы отопления, был кран сброса воды из системы отопления. Если он очень далеко, и под мебелью к нему сложно добраться. Самый простой способ, сейчас я вам покажу. Находим на любой батарее вот такой волшебный кран. Это воздушник, кран для сброса воздуха. Мы его приоткрываем, и отсюда будет выходить водичка. То есть, все равно у нас наши все равно батареи в системе отопления находятся ниже, чем котел, поэтому часть воды выйдет, давление сбросится, и мы сможем спокойно работать с котлом. Он уже будет без воды. Воду из контура котла я уже слил. Манометр на нуле. Теперь я отсоединяю вот этот шланг, чтобы электроника осталась сухой. Вот здесь есть разъем, это датчик температуры отработавших газов. Я его отсоединяю, а вот здесь снимаю еще два контакта с датчика температуры, который стоит на теплообменнике. откручиваем вот этот болтик и вытягиваем этот разъем. Болтик закручиваем на место, чтобы он не потерялся. я открутил четыре болта вот здесь и здесь убираю гофру дымохода и достаю вот эту шахту. Вот столько нехороших вещей остается здесь после работы котла. Все это я почищу. Еще один лайфхак. Для системы отопления нужны специальные инструменты. Они стоят достаточно дорого. Если у вас таких инструментов нет и вы не занимаетесь ремонтами котлов на промышленной основе, то проще сделать из обычного гаечного ключа вот такой инструмент. Я его взял и обточил, чтобы его губки были очень тоненькие по сравнению с обычным ключом. Вот обычный ключ. У него вот такие мощные губки для того, чтобы он смог выдержать большое усилие. А здесь усилия большого не нужно. И вот эти большие губки нам не дают пробраться к именно тем гайкам, какие мы будем крутить. Поэтому я вот так обточил. Это очень удобно. И бесплатно. Вот это один из теплообменников котла. Через эти пластинки проходит нагретый воздух, который получается при сгорании газа. И здесь всегда сыпется вот с этого с этой штуки всякая гарь. Все это я буду промывать обычной водой. Обычно вот такие толстые трубы в теплообменнике очень редко зарастают. Но все равно изредка их стоит промыть. вот столько сыпется продуктов горения на сами конфорки газовые, что очень сильно ухудшает качество работы котла. Я беру пылесос и все это буду полностью пылесосить. А сейчас я буду снимать вот этот пластинчатый теплообменник. Для того, чтобы его снять вот здесь есть две маленькие гаечки. Одна здесь, вторая здесь. Я их откручиваю и он аккуратненько поднимается. Вот здесь я постелил тряпочку, чтобы в эту щелочку ничего не падало. И аккуратненько вот так шевеля поднимаем теплообменник. Все, вот он. Очень хорошо видно, что вот эти пластинки, через которые передается тепло водичке, уже все в известковом налете. Вот эта сторона, именно сторона холодной воды, которой мы пользуемся. А вот эта темная сторона, это сторона воды, которая находится в батареях. Поэтому здесь никакого налета и известкового почти нет. Но я буду мыть и этот контур, и этот контур. Для промывки теплообменников я использую специальную промывочную жидкость. Я ее покупаю у знакомого человека, который работает в сервисе котлов. При промывке всегда жидкость, какая будет промывать сами теплообменники, она грязная и поэтому очень большая вероятность, что мойка будет испачкана. Поэтому я всю жидкость буду выливать в это ведерко. Работает лучше в перчатках, потому что кислота может повредить кожу рук. Сейчас видно мелкие-мелкие пузыречки, которые появляются при реакции с известковым налетом. И видно, что сами пластинки будут становиться чище. Я вот так буду делать. Даем постоять теплообменнику с кислотой минут 3-4. и выливаем. Видите, какая грязная жидкость получается. Пока моется пластинчатый теплообменник, я налью еще раствор кислоты в этот большой медный теплообменник. Я сделал три промывки теплообменника, то есть я три раза наливал сюда свежую кислоту, держал несколько минут, вот так колыхал и выливал ее. Теперь я хорошенечко промываю проточной водой полностью весь теплообменник. Вот этот контур был черный, это был контур теплоносителя из системы отопления. А вот этот контур это контур горячей воды. Он стал очень чистым, а этот контур который был черный это контур теплоносителя. Он тоже хорошенечко отмылся. Вот этот теплообменник я тоже промыл. Сейчас я промываю проточной водичкой трубочки и хорошенечко со щеткой промываю вот эти все пластинки от нагара. Я снял электродрожжига. У меня на кухне постоянно что-то жарится и пары масла попадают на сами электроды и не всегда котел хорошенечко зажигается от этой искры. Хотя из-за высокой температуры при сгорании газа сами электроды должны очищаться но я очень часто готовлю поэтому пары масла делают свое дело и я уже раскатил разобранный прочищу и эти электроды тоже. Ставлю на место электрод поджига. промывка теплообменников уже закончена сборку произвожу в обратном порядке вот здесь стоят вот такие резиновые колечки хорошенечко их очищаем чтобы они были чистые и ставим сюда теплообменник. закручиваем болтики вот так выглядят внутренности котла после того как я вытер с них всю пыль все достаточно чисто ставлю медный теплообменник все прокладки какие мы снимаем нужно менять на новые здесь обычная паранитовая прокладка размером пол дюйма теплообменники уже на месте я подсоединяю шланг к манометру вот сюда и запускаем систему водой контур котла уже под давлением и я подсоединяю разъемы датчиков это розжиг газовый клапан датчик пламени датчик отработавших газов датчик температуры датчик горячей воды датчик протока воды трехходовой клапан датчик отопления смотрим чтобы все датчики были подключены еще раз проверяю все соединения где у нас подключена вода везде все сухо включаем котел в сеть водичка уже горячая я проверил все соединения на котле все прекрасно все сухо котел работает горячая водичка бежит отопление работает котел еще будет работать после такого обслуживания долго и счастливо друзья если вам понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ссылочка для подписки вот здесь внизу вот здесь рядышком есть колокольчик нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале и помните кухня это самое спокойное место спасибо спасибо спасибо